Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня девочка, 14 лет, я патронатный воспитатель, взяла ее из детского дома в возрасте 3 и 7 лет. Начались проблемы с 13 лет, заглянули ее в телефон, и ей в телефоне была в шоке. В ВК, в социальных сетях, знакомиться с мальчиками, начинается безобразная переписка. Девочка слабая, учится в школе, вот уже 8 класс, на уроки до сих пор делаем вместе. Самостоятельности нет. В школу ходим с выучившими уроками, но в школе не отвечают. Я за нее уроки не делаю, но чтобы она их сделала, мне надо стоять над ней коржиным. В школе контрольный не пишет администрация, я специально пришла на контрольную и сидела целый урок рядом, я ей не подсказывал, она получила 4. В социальных сетях, когда я познакомилась с Пярном, они встретились, стояли возле подъезда, я посмотрела на него. У нее потом спросила о его возрасте, она ответила, что ему 15 лет. На следующий день начала в школу в 9 часов на дом занятия, до 16 домой не пришла. Я начала звонить, сначала отвечала, что у тебя домой, потом телефон был отключен. Я искала ее, она пришла домой в 22, сказала, что гуляла с другом. Мину 30 мы с ней разговаривали, когда я отвлеклась на кухню, она ушла из дома. Я позвонила в полицию всю ночь, писала объяснительные, под утро перерыла весь интернет и нашла страницу парня в ВК, но профиль был закрыт. По фамилии я попробовала найти его в других социальных сетях, оказалось, ему 22 года. Отправила ссылки в полицию, они его нашли, оказалось, он ей сказал, что если дома будут ругать, то пусть ему позвонить, и он ее встретит. Парень, конечно, не ожидал, что в полиции было человек 10 из школы, из опеки. Она ему пожаловала, что она бедная сиротка, ее никто не понимает, он подумал, легкая добыча, до секса у них не дошло, но думаю, он не торопился. В полиции его приезжали хорошо, но самое главное, она еще пару дней была с ним переписку. Я написала ему с ее страницы, что с удовольствием с ним встреча с полицией, он ее заблокировал, теперь она как будто сошла с ума и под любым предлогом пытается с ним встретиться. Оказывается, я познакомилась в своей компании, где возраст парня и девочка от 15 до 17, тоже есть трудные подростки, беременные девочки и т.п. Я неделю не давала дочери телефон, постоянно с ней разговаривал, мне казалось, она меня поняла, просила ее забыть ВК и его с компанией. Обещала, она опять звонила и встречалась с его компанией, что делать с ней не знаю. Школы и социальные работники говорят, мне распределить договор с опекой, вернуть ее в детдом, но это же не котенок, что делать не знаю. В школе общего языка с одноклассниками она не нашла, друзей нет, я ее хорошо одеваю, вызывая зависть у детей. Каждый год выезжаем отдыхать, она уже полмира повидала. Конечно, из уроков у нее мало свободного времени и еще нет желания учиться, но я отвечаю и за ее образование. Помогите мне, что мне делать. Ну, что делать, чтобы что? Ирина, давайте мы с вами как-то этот момент проясним, да, для начала. Что делать, чтобы что? Потому что ситуация, которую вы описываете, ну, вообще-то, мягко говоря, ненормальна. Я не знаю, конечно, всех особенностей. Ребенка и то, что она из детского дома, конечно, делает ситуацию более сложной. То, что я бы предложил сходу, это, конечно, записать ее к психологу, желательный клиент центрированной ориентированности. Для трудных подростков это наиболее, на мой взгляд, такой адекватный и легкий способ вот в себе разобраться. Вот. Это первое. Второе. Второе. Есть у меня такое ощущение, что вы пытаетесь из девочки слепить кого-то, кого хотите видеть сам. То есть, есть у меня такое ощущение, да, что вы ее заставляете учиться, не уважняете личные границы, требуете, чтобы она общалась только с тем, с кем вы ее считаете нужным, и требуете от нее не общаться с кем-то. Вот. Ее подобное поведение очень похоже на протест. С одной стороны, и привлечение вашего внимания с другой стороны. Это классическая реакция на отсутствие, собственно, непосредственного взаимодействия между ребенком и родителем. Т.е. что я имею ввиду, я имею ввиду, что, как часто вы с ней общаетесь просто так, просто так, просто так, разговариваете о чем-то, просто так проводите время. Вот. Всегда ли вы рядом с своим ребенком, когда это ей нужно? Или вы очень много работаете, чтобы обеспечить себя и ее? Вы говорите, что хорошо ее одеваете, вывозите ее на отдых за рубеж и так далее. Но вопрос здесь заключается в том, насколько это все, ну, скажем так, насколько это все позитивно сказывается на ребенка. То есть, вот у меня, например, есть такое ощущение, что это как-то не делает ребенка, знаете, свободным. И самое, наверное, главное это то, что ваше действие, по сути, не заменит ей вас рядом непосредственно. Ну, вот, т.е. если вы не проводите время вместе, а если вы, как бы, если девочка вас не чувствует рядом, то не чувствует именно вашу личность, а чувствует только директивы, то, какой она должна быть и т.д. Вот, не чувствует себя с вами на равных, то, конечно, подобное поведение абсолютно нормально. Вот. Кроме того, девочке нужен отец, мужская фигура. Вот. Вот, откуда она, как она поймет, как выяснили себя с мужчинами, как она вообще что-то узнает о мужчинах. Вот она, как бы, ищет себя отца. Этот, младой человек, который старше, как оказалось, ее, но ненамного, вот. Ну, вполне, вполне подходит под родительскую фигуру, под фигуру отца, вполне подходит. Вот, то есть, вызывает вопрос о том, насколько вы сами слабак со своей психоэмоциональной жизнью. Вот, и если у вас, например, не совсем всё хорошо там, вот, то это бы имело смысл подкорректировать и вам, возможно, тоже бы имело смысл пообщаться с специалистом, пообщаться с психологом. Вот, это бы помогло. Вы, вот, как-то, ну, позволяете себе вещи с точки зрения психологии, да, как бы, вот, весьма-весьма спорные. Вот. Нарушаете личные границы, заглядывая в её страницу ВК. Пишите человеку с её аккаунта. Загружаете её уроками, хотя ребёнок явно не хочет учиться, вы у него вызываете только отвращение к опущению, таким образом. Я уверен, что всё это вы объясняете себе тем, что за неё отвечать. Но по факту вам нужно понять и принять, что девочка уже не ребёнок, она уже подростка, она уже самостоятельная, она уже сама отвечала за свои действия. И нужно, чтобы она сама отвечала за свои действия. То, что произошло, связано с тем, что она себе не доверяет. То, что случилось, связано с тем, что она себе не доверяет. А не доверяет она себе, потому что не находится с вами в доверительном контакте, у вас не доверительных отношений с ней. И это большая проблема. Вы не доверяете ей, она не доверяет вам. Вот. И вы объясняете это тем, что по сути, вот, как бы, отвечаете за неё, за её образование. Нет, это иллюзия. Вы не отвечаете за её образование. Она это делает, а не вы. Вы отвечаете за её воспитание. Воспитание это не получение образования. Я сейчас говорю такие вещи, с которыми вы, вполне возможно, не согласитесь. Вот. У многих... У многих родителей это вызывает сопротивление. Даже злость, потому что... Потому что, ну, как бы, подвергается сомнению система воспитания. Вот. Но ребёнок... Ваш ребёнок... Это продукт вашего воспитания. То, что с ней происходит. Это результат того, как вы её воспитали. И если она делает что-то неверное, значит, в вашем воспитании есть какие-то пробелы. И, соответственно, в вашем поведении, в ваших мыслях, которые вы её транслируете, есть что-то не то, что нужно выявить и скорректировать. А вам меняться. Вам необходимо меняться, если вы, конечно, хотите меняться. Но у меня есть ощущение, что вы считаете, что всё делаете правильно. А у меня есть ощущение, что вы в себе уверены. И у меня есть такое ощущение, что единственное, единственное, вот, единственное, что вы хотите, это чтобы ребёнок делал то, что вам нужно. Чтобы она была такой, какой вам нужен. Это деструктивная модель. Это деструктивная модель. Понимаете, девочка вырастет через пару лет. Окончательно поймёт, что вы не нужны, если вы не выстроите с ней доверительных отношений. Вот. И дальше всё будет довольно печально. Вот. Понимаете? Либо она попадёт в преступную группировку. Вот. Либо она станет зависимой от чего-то. От химических средств, от игр, от чего-то ещё. Понимаете? То есть сейчас вот такой контроль, такое отношение к ней ведёт её именно к этому. Вот. Опять же, из детского дома, как бы, ну, в детском доме она будет до 18 лет. А дальше потом ей нужно будет идти уже самой по жизни. Вот. А она, как бы, не самостоятельна. Кстати, знаете ли вы, почему дети не самостоятельны? Да потому что их, вот как правило, подавляют. Подавляют. Подавляют инициативу у детей. Гиберопекой, контролем, правилами, невнимательностью к тому, чего ребёнок хочет, какие у него интересы. Вот. Вот. Вы можете сами, вот, так скажем, ну, как бы, честно себе, да, ответить на вопрос о том, что нравится ребёнку, ну, вот просто, вот, что ей, что ей нравится, что её привлекает, да, вот. Что вызывает, что вызывает, что вызывает у неё интерес? Вы можете ответить на этот вопрос? Сами, вот. Вот. Ну, сами себе. Потому что это, в общем и целом, ну, довольно важный момент, как мне кажется. А если вы затрудняетесь ответить на это, то вот ещё одна проблема. Понимаете, ребёнок ведь он не будет, ребёнок, он ведь не будет учиться, так скажем, просто так. Ну, как бы, вот, непонятно для чего. Если ребёнок учится, то он учится для чего-то, не для будущего. Вот. Вот. А смогли ли вы показать ребёнку цель? Вот. Вот. Смогли ли вы сформировать у ребёнка интерес к чему-то? Не просто учиться и делать уроки, непонятно зачем. А именно, вот, ну, с определённой целью. Если этого нет, если, ну, если вот таких целей нет, ничего удивительного, что она ведёт себя так. Как вы, 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 вы уж. Вы уж. Простите. То есть, понимаете, ситуация очень печальна, как мне кажется. Грустно. Вы ведь с одной стороны действительно хорошее дело сделали, что взяли ребёнка из детского дома. Вы молодец, что это сделали, и вот вдвойне обидно, что по большому счёту вы своими руками это всё сейчас сводите на нет. Это очень печально и больно наблюдать подобное. У вас ещё есть возможность, у вас ещё есть время для того, чтобы всё исправить, у вас ещё есть возможность для того, чтобы что-то изменить, вы можете изменить мобиль. Взаимодействие с своим ребёнком вы можете изменить мобиль. В этом смысле начать общаться с ней по-другому, не так, как сейчас. И тогда у вас скорее всего будет шанс всё исправить. Но если вы достаточно твёрдо будете стоять на своей позиции, предпочитаю брать ответственность за неё во всём и нарушать её личные границы, как бы обрадовались тем, что вы это делаете для того, чтобы там её защитить и так далее. что-то. Ну, довольно слабо я представляю, как она будет жить сама, когда вырастет. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам об этих вещах подумать, я бы рекомендовал вам на эти темы как-то вот поразмыслить. вот. И, соответственно, если вы, ну, видите, если вы видите сейчас, что ваша модель, поведенческая модель не работает, что очевидно, что нужна другая поведенческая модель и другой подход в воспитании, как вам кажется. и, наверное, в этом смысле отталкиваться нужно от самого ребёнка, наверное, а не от вас с позиции, я лучше знаю, что тебе делать, я лучше знаю, что тебе делать, я лучше знаю. как тебе жить, потому что, ну, совершенно очевидно, что не знаете, иначе бы не обращалась за помощью к нам сейчас. Я понимаю, что, возможно, мой ответ покажется вам некорректным и вообще не отвечающим на ваш вопрос, потому что очень, часто люди спрашивают только чтобы получить ответ в парадигме своего видения. не отдавая при этом себе отчёт и не замечают, что ответ лежит немножечко в другой плоскости, но для этого, наверное, нужно быть готовым или быть готовой, к тому, чтобы шире смотреть на мир, на людей и на себя. понимаете? какой здесь момент. поэтому я надеюсь, что вот какую-никакую пищу для размышления вам дал. есть хорошая книга, я не знаю, читали ли вы её или нет, называется «Общаться с ребёнком как?» Замплотством Юлии Борисовны Гиппенрейтер. если мой ответ вдруг вам покажется ужасным, некорректным и у вас не возникнет желания пойти на психотерапию, то почитайте эту книгу. там две части, вот, две части этой книги, ну, почитайте ту, о которой я сейчас сказал. вот, может быть вам это что-то даст, может быть вам по душе придётся то, что в этой книге написано. вот, если не придётся по душе, если не пришлось по душе то, что сказал вам я. На этом всё, я надеюсь, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. я надеюсь, что дал вам определённую почву, определённую пищу для размышлений. я хотел бы, чтобы вы смогли решить, ну, вот, ваши трудности. я буду благодарен вам за обрядную связь по моему ответу. это позволит вам начать над собой работу, ну, вот, в том случае, если вам это интересно будет. я желаю вам всего самого доброго, удачи, найти вам выход из данной непростой ситуации. обращайтесь за помощью к специалисту. Ещё раз напоминаю, что ребёнка, также имело бы смысл, отвести к психологу, вот, именно на клиент-центрированную терапию, вот, это может эффективно ей помочь. обращайтесь. 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 обращайтесь.